Дело в том, что деньги обладают силой, они бывают разной силой. Некоторые деньги гробят людей, а некоторые воскрешают. Понимаете? Нет? Ну хорошо, сейчас расскажу пару историй. Вот. Ну, если вы готовы это слушать. Всё, вы готовы слушать всё, что угодно? Хорошо. Слушайте. Где-то лет 7 назад ко мне пришёл на консультацию этот человек, который в ту эпоху, смутную, по-моему, в 91-м году, он занялся алкогольным бизнесом. У него был свой завод по продаже спиртной продукции. И он успешно развивался, пока его дружки, бандиты, не поставили ему пистолеты и не предложили ему всё отдать им по-доброму. Ну и он был добрый человек, всё отдал, остался жив в результате. У него осталась своя квартира после этого. И после этого у него было 4 попытки создать семью. Он всё время брал себе в жёны нормальную девушку, и она спивалась в конечном счёте. Причём сам он не пил никогда. Он не употребляет спиртной. А эта девушка неизбежно спивалась. И он пришёл ко мне на консультацию с попыткой понять, почему так. И я ему объяснил, что деньги, которые он зарабатывал тогда, они обладали такой силой деструктивной влияния на его судьбу, что они вызвали разрушение в его личной жизни. Второй пример. Ко мне приехал из Нижнего Новгорода на консультацию один мужчина. И он как бы попытался меня вывести на такое вот откровение, чтобы я посмотрел его будущее. Он занимается, у него торговые точки по Нижнему Новгороду, которые занимаются продажами просто пищевой продукции в магазинах. И известно, что в магазинах невозможно содержать беспиртных изделий. И поэтому он, как бы, эти изделия продавал так же вместе с остальными продуктами. Но в какой-то момент он попал в страшную аварию. И после этой аварии ему приснился сон, что если он не избавится от продажи спирта, то он погибнет в аварии. Когда он меня спросил свое будущее, я посмотрел на него, я не знал этой истории. Я посмотрел, что через несколько месяцев вы можете попасть в аварию, в которой вы не выживете. И он даже попрыгнул от радости. Я так не знал. Очень понравился ответ. И он тогда меня спросил, но я не могу, как бы, избавиться от продажи спиртного. Я ему сказал, что необязательно избавляться. Существует такое правило. Если человек стремится к чему-то более хорошему в жизни, и он заменяет одно на другое постепенно, то это поощряется. То есть это не ведет к плохой ситуации в жизни. Теперь расскажу вам еще одну ситуацию. Это уже ведическая история классическая, древняя. Одна проститутка решила отказаться от своей деятельности, все заработанные деньги отдать в храм и пойти просто монашествовать. И она, как бы, приняла такое решение. Она пришла к одному священнику и пыталась отдать ему деньги. И он, посмотрел на эти деньги, и сказал, что я не возьму эти деньги, потому что они принесут несчастье моему храму и моей репутации. Тогда она пошла на берег священной книги, чтобы поститься до смерти. То есть она решила, что у нее нет выхода в жизни. И она постилась, и она увидела Господа в медитации, который ей сказал, иди возвращайся назад к священнику, к этому, он возьмет у тебя деньги. И она вернулась, а Господь во сне пришел к этому священнику и сказал ему, чтобы он брал деньги. Он подчинился и взял. После этого на эти деньги этот священник не нашел как другого применения, как просто накормить всех святых людей, которые жили в этом священном городе. Просто их накормить. И пришли монахи со всего города, они поели пищу приготовленную, и все потеряли семя в эту ночь до одного. И когда они пришли с претензиями к этому священнику, он был повержен, как бы не знал, что ответить, потому что там Господь ему попросил это сделать. И он тогда начал очень сильно молиться, и Господь пришел к нему во сне и сказал, я наказал всех этих священников этими деньгами, потому что они должны были на перу просто так, как они аскеты, они должны были на этом твоем перу просто попробовать эту пищу, когда с ней бы ничего не было. А так как они все обожрались, они получили свой результат. Видите, деньги имеют значение. Мне часто люди жертвуют какие-то деньги, эти деньги пожертвованные мы стараемся пускать только на духовные цели. Есть деньги, которые зарабатываются, есть деньги пожертвованные, есть деньги, которые зарабатываются на спиртном. Понимаете, эти все деньги, это просто энергия деятельности, которую человек совершает. Вот человек совершает какую-то деятельность, эта деятельность превращается в энергию. Я не говорю про бумажки сами, понимаете, бумажки здесь ни при чем. Эти бумажки являются эквивалентом энергии, которую вы произвели в результате отношений с этим миром. И эта энергия бывает разная, она бывает разрушительная или созидательная. Поэтому, если вы работаете на человека, который вам не нравится, вы наполняетесь также его деньгами. И действуя, как бы помогая ему в деятельности, вы разрушаете таким образом свою жизнь. Спасибо.